Шарманка Рыдает шарманка, стирая улыбки, Рыдает шарманка с душой первой скрипки. Рыдут ли мечты небывалые, Цветут ли цветы запоздалые. Все так же рыдает шарманка, В Париже она чуже странка. Рыдут ли мечты небывалые, Цветут ли цветы запоздалые. Все так же рыдает шарманка, В Париже она чуже странка. Все так же рыдает шарманка, В Париже она чуже странка. Все так же шарманка, О чем-то жалеет. Все так же шарманка, Грустит и стареет. Рыдает шарманка, стирая улыбки, Рыдает шарманка с душой первой скрипки. Рыдут ли мечты небывалые, Цветут ли цветы запоздалые. Все так же рыдает шарманка, В Париже она чуже странка. Рыдут ли мечты небывалые, Цветут ли цветы запоздалые. Все так же рыдает шарманка, В Париже она чуже странка. Все так же рыдает шарманка, В Париже она чуже странка. Рыдает шарманка, В Париже она чуже странка. Рыдает шарманка, В Париже она чуже странка. Мог своровать у цыган. Николай Басков когда-то это сделал? Мне кажется, что господа Лиманские действуют особым образом. Они завораживают, во-первых. Они заставляют им подпевать. Я, конечно, держался из последних сил, чтобы мой голос не прибавился к голосу Лиманских. Потому что это тоже маленький плюс был, а мы все по-честному хотим. И они какие-то струнки души трогают. Мне кажется, не даром русский народ всегда приглашал. Стас, можно вопрос? Вы тоже знаете наизусть песню Николая Баскова «Шарманка», да? Вы знаете, да, но мы же сделали это лучше, чем Николай Басков. Значительно. Да. Поэтому все передаю в руки телезрителей. Но мне кажется, что у нас все шансы. А что скажет Игорь? Ну я, честно, хочу сказать, что прилагатель редко использую, Стас. Это раз. Второе. Я просто хотел сказать, что в разных жанрах сегодня прозвучало две песни. В исполнении замечательных, да, вокалистов, которые могут себе позволить спеть цыганскую песню с замечательным цыганским оттенком, а потом спеть совершенно не цыганскую песню без цыганского акцента и оттенка. АПЛОДИСМЕНТЫ Валерия. То, что цыгане потрясающе поют цыганские песни, по-моему, в этом ни у кого нет никакого сомнения. Единственное, что я не очень понимаю, сегодня в исполнении этого коллектива прозвучало три песни. Вам так не кажется? Я уже забыла, что до этого была шарма. А в вашем исполнении еще ты грустишь прозвучало, так что ничего такого. А я не вне конкурса, между прочим. Ничего права. А всем понравилось очень? Мне тоже очень понравилось, Стас. Не поверишь. Не знаю, не знаю. Я немножечко забыла, как звучало, какое было выступление. Я уже не понимаю, что сейчас судить. То есть, да, было свое прочтение, я сказал бы, что лучше Николая Баскова ни в коем случае. Это было другое прочтение. Но вот чему Коля точно может позавидовать, это вашему костюму. Как вас зовут, я не знаю. Роман. Роман. Костюмчик, конечно, Коля сейчас вздрогнул. Спасибо. Они с уважением относятся ко всем жанрам. Обратили внимание. Обратили внимание. Молодцы. Причем я могу сказать, что я уже слышал этих замечательных, эту команду, вот эту семью, да. И они поют в любом жанре. То есть, это и рок, может быть, и фольклор. Пообещайте, пожалуйста, что если они выигрывают, в следующей программе будет даб-степ. Даб-степ – это не пение, да. Но хорошо будет даб-степ. Я буду степ делать, а вы даб. Спасибо наставникам, спасибо. А скажи, Рома, вот я смотрел… Я не смотрел передачи выхода ни разу. Но я могу сказать честно, что когда я там приезжал днем в больницу, мне нужно было там неделю сделать капельницу, да. Ну, для здоровья. И я так мужикам говорю, вот смотрите, как раз анонс был. Я говорю, Рома Алиманский, за него болейте. Я говорю, это мой дружба. И ушел такой, да. И те, наверное, увидели, что правда я не наврал, что фамилия, да. Там еще фамилии не называли, но я говорю, вот этот Рома Алиманский. Слушай, ну это я читал в «Одноклассниках», там очень много возмущались люди, что вот-вот-вот вы должны были вы, вы, вы. А почему вы не дошли там до финала или что-то? Вот почему, как на твой взгляд? Ну, как сказать, ну, у каждого наставника должно пройти по две семьи, если так вот вывод делать. А у Стаса Пехи уже две семьи было, когда у остальных наставников по одной. Мы уже в третью семью не входили никак. Подожди, стой. А она в финале по одной семье остается? Да, от каждого. Но выиграет одна вообще? Да. Нет, выиграли все три, просто у каждого по местам. А три они кто? Цыгане тоже? Нет, не цыгане. Многие цыгане. Говори, кто? Русские. А что они пели? Ну, песни пели хорошие. Да? Ну, это все равно шоу-бизнес, это шоу-бизнес. Правильно, Рома, я знаю, что… Цыган не пропускают дальше. Ты очень скромный парень, вот, да? Есть такой. Ну, мне везет, у меня все мои друзья цыгане знакомые. Они как раз вот скромные. Настоящие такие, интеллигентные люди, да? И вот смотри. Я, конечно, не буду тебя сейчас впутывать в авантюру, но я лично подозреваю, лично я подозреваю, что в любом шоу, в любом проекте любого крупного канала… Ну, во-первых, это лекала. Это лекала, которые покупают, да, там, где-то, да, у кого-то, у других американских каналов, аналогов, покупают. Нужно же бабки вернуть, да, как-то. И возвращают через спонсорские вложения. То есть вас… Например, ты сейчас скажешь, да я ни копейки не дал. Я тебе поверю. Я тебе поверю. Но ты поэтому и не прошел. Понимаешь? А тот, кто дал там за 300 метров пути, за 300 пройдет ровно. Так работает счетчик у них там… Счетчик, как в такси. Раз. А ты… Все, уже твои деньги кончились. Дальше не можешь пройти. Понимаешь? И вот поэтому получается так, что люди негодуют и уже хотят не смотреть телевизор. Поэтому… Уже понимают, что их нажуливают, мягко говоря, да. Но! Хочу тебе сказать. Ты не переживай. Вот… Да, ты просто засветился. Вот это нужно рассматривать. Мудрость в этом. Да? Что тебя увидели люди. Ты уже можешь теперь говорить. Лиманский? Ты что, не видела, что ли? Вот я… Я был. Да? Но, с другой стороны, пойми, талант… Вот какие бы там люди, как бы они там левые не притянуты были, через полгода поищи их. Вот попробуй найти, где эти люди. У них, если они были вытянуты просто так, за денежкой, то просто так они и исчезают, как эти денежки. Понимаешь? И только по-настоящему талантливые люди выживают. Да. Могу сказать только одно такое вот хорошее… То, что мы поехали туда, это то, что мы не платили ни за дорогу, ни за проживание, всё устроили… То есть, первый канал? Да. Кормили там, всё как положено. Да, всё это. А проживали в чём-то? Или там прямо… Поживали гостиницы специальные, выделяли всё за… Ну, вот слава Богу. Ну, вот видишь, канал вложился. Первый такой, да. А дальше, вот ваш проект, он поехал по России или ещё должен ехать? Ну, что-то я там краем уха слышал, кто-то из жюри собирал какой-то проект, чтобы вот все вот… Правильно. Иначе… Что ж упускать этот проект из вида, да? Люди забудут и всё. Вот я сейчас одного парнишка тут, Сашу Кошапова, хотел пригласить в свой проект, а он раз поехал не в голос, либо в голос, где там… Ну, Дробыша, Дробыша, что ещё там есть? А, Хор… Это… Битва Хоров. Битва Хоров, да. И он, к сожалению, говорит, ой, я вынужден ехать. И они уже знают, что они едут там на определённых условиях. Их предупреждают, что условия будут такие-то, такие-такие-такие, что ничего не ждите, кроме славы. Да? И вот пока молодой человек… Конечно же, это приятно. Я думаю, что я бы… Меня бы позвали и показали по какому-то каналу, и я бы слукал бы, если бы сказал, что я не поехал. Да? Друзья, время идёт, а цыганского романса ещё не было у нас, да? И наш друг Ром… Лойза. Ну, не Жора, я бы хотел Георгий Лойза. Георгий Лойза. Ну, кто-то же сейчас наши смотрит. Да, 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 да. А меня крестили Георгием. Итак, друзья, давайте послушаем хорошую цыганскую песню душевную. А в это время фотографии могут идти. Улины крылья. Крылья. Есть такой хороший… Даже я не могу сказать романс, просто хорошая цыганская песня могла бы стать хорошим романцем. Да. Вот сейчас вы её послушаете. Её редко, даже, может быть, и не слышали эту песню. Ахм. 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 Вит Витре» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok